Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, что выходит официально MIUI 14 с Android 14 на глобальную MIUI. У нас получается, это будет портированная прошивка, но со всеми теми фишками, которые можно получить на примере того же Xiaomi 13 или же Xiaomi 13 Pro. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Сразу хочу в начале видео сказать, что голос в этом видео будет немножечко непривычный, приболел, но как бы что есть, то есть, осень как-никак. Так вот, у нас сегодня подопытным выступает смартфон Poco F3. Ну, наверное, самое удачное решение от компании Xiaomi и на нем очень удачно тестировать всякие новые прошивки. Как вы можете заметить, в версии Android у нас 14 и прошивка действительно MIUI Global, то есть, все индексы у нас соблюдаются. Но, наверное, таким ключевым отличием от предыдущих прошивок будет наличие нового индекса, который отображает нам то, что это переход именно на 14-й Android. И вот, пожалуйста, мы это можем сейчас наблюдать. Еще также, что хотел бы отметить, разработчики починили пасхалку Android 14, потому что на всех предыдущих прошивках, которые я тестировал, эта вся история не работала. Ну, в принципе, можно сказать, что и за это спасибо разработчикам, что они вот этот момент пофиксили. Еще какой момент можно отметить, это, наверное, самая такая фишка, которую многие ждали. И она касается у нас тумблеров, перезагрузки и отключения смартфона. Мы только что выполнили удержание клавишей питания и получаем обновленное меню перезагрузки. Да, друзья, это у нас по умолчанию. Никаких рут-прав тут не требуется, никаких дополнительных модулей. Все сразу из коробки и это работает полноценная анимация, соответственно, у нас присутствует. Красное выключить, зеленое перезагрузить. Ну, в общем, уже хотя бы можно отметить, что разработчики хоть какую-то интересную историю добавили в MIUI 14 вместе с Android 14. Еще момент, на который стоит обратить свое внимание, это улучшение раздела под названием защита и конфиденциальность. Он у нас полностью перерисовывается под стиль Android 14. Да и вообще, в целом, сама прошивка, она, знаете, такой симбиоз. Где-то MIUI, где-то нотки чистого Android. В общем, как бы нет какого-то единого стиля. То есть, все как-то выдернуто, все как-то, знаете, напихано туда-сюда. Но, опять же, разработчикам виднее. То есть, мы со своей стороны лишь только можем тестировать и получать эти прошивки. Но вот, как бы, данное меню теперь выглядит у нас следующим образом. С одной стороны, как бы, я могу отметить, что это придает оболочке чего-то нового. Но, с другой стороны, ну, какой-то колхозинг. Я думаю, что лучше бы разработчики MIUI чуть-чуть подзаморочились и что-нибудь там свое дорисовали, чтобы было все в единый стиль MIUI. Следующий момент, это раздел батареи. Вас, наверное, интересует вопрос, а что же там по поводу у нас интересных возможностей. Быть может, добавят нам жизнь батареи, ну, вернее, ее состояние. Или же еще какие-то дополнительные фишки. Но, увы и ах, мы тут с вами этого не получаем. Разработчики все так же, в данный момент, урезают на глобальном рынке. Или что-либо, китайская прошивка может получить некоторые плюхи в данном вопросе. Что же касается экрана, звука и вибрации, все остается по-старому. Уведомления центра управления все так же, как и в предыдущем MIUI. И вот теперь рабочий стол. Ну, наверное, многие из вас думают, что тут раз 14-й Android, значит, тут что-то должны такое прям сверх вау добавить. Но, как вы можете наблюдать, ничего сверх вау у нас с вами не наблюдается. Единственное, что у нас тут получается не показывать текст, убрать текст с виджетов по умолчанию есть. Ну, и, конечно же, в размере значков цвет фона у нас никуда не пропадает. Это и все, что можно отметить. Но еще есть один такой момент, что версия рабочего стола самая-самая актуальная, которая еще не была в нашем телеграм-канале. Но вот как только видеоролик выйдет, уже обновленная версия будет там лежать. Потому, кому интересно обновить до новой версии, кому интересно поисковик активировать, супер папки получить, то в описании вас все ссылки будут ожидать. По всем оставшимся разделам, в целом, ничего нового разработчики нам не добавляют. В принципе, системные проложения так и остались, такими же, как и были все проложения и так далее. Единственное, что я заметил, теперь немножечко поменяли название автозапуска. То есть, он теперь называется автозапуск в фоновом режиме. И также, что еще примечательно, у нас не было тут ничего дополнительно активированного. То есть, быть может, новая прошивка таки учтет наши пожелания, чтобы не было кучи всего в фоне там у нас нагроможденной, чтобы оболочка там, в принципе, не забивалась. И теперь еще по стоковым проложениям. Смотрите, значит, безопасность также у нас новая 8.2.0, тоже в телеграм-канале она будет опубликована. Новых виджетов у нас не добавляются, они у нас, соответственно, старые. Вот, пожалуйста, их всеми нам привычный вид. К сожалению, так оно и случилось, как многие предполагали. Еще вы можете заметить, у меня на рабочем столе есть проложение сообщения. И да, кстати, их можно выбрать по умолчанию. Но вот звонилки и контактов MIUI, увы, тут не наблюдается. Папки мы все так же можем менять в плане размеров. Там обычно увеличены, XXL и так далее. Ну, тут я вас этим вопросом не удивил. Что же, друзья, вот такая вот новая прошивка MIUI 14 с Android 14 на примере Poco F3. Да, хоть это и портированная прошивка, но, по крайней мере, можно уже сегодня попробовать, что оно такое. Если вас данная прошивка заинтересовала, в описании также будет ссылка на то, чтобы ее скачать и установить на данное устройство. Не сказать, что я прям супер остался доволен теми изменениями, которые разработчики сделали. Но, по крайней мере, за то, что они добавили нам обновленное меню перезагрузки, ну, это уже прям, наверное, супер какое-то достижение. Потому что, действительно, глобальную прошивку разработчики обделяют. Ну, а если я о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok